Скотт Роланд привычным жестом ловит мяч, затем уверенно подает пас грозе брестских зубров Алексею Лукашевичу. Эта символическая разминка между временным поверенным дипломатической миссией США и лучшим игроком Куба Брестские зубры дала старт политической части международного семинара, посвященного теме бейсбола. Кстати, Алексей Лукашевич – первый в истории этого вида спорта белорус, который подписал контракт с одним из старейших бейсбольных клубов США. Этот опыт позволил спортсмену стать лучшим игроком в своей команде и победителем Кубка Европы по бейсболу в Бресте. По словам главного тренера брестских зубров Игоря Лукашевича, такое колоссальное достижение для клуба как нельзя лучше стимулирует новичков. И в этом плане международный семинар – прекрасное дополнение и стимул в деле покорения новых вершин. Мы уже 12-кратные чемпионы Белоруссии, 10-кратные обладатели Кубка. И в прошлом 2014 году мы заняли впервые Кубок Европы квалификационный, где впервые вышли в плей-офф высшего дивизиона. И это очень большая гордость для нас. И я могу сказать, что с этими факторами приезд таких высоких гостей к нам будет еще способствовать возможности развития бейсбола. Это здорово, что у вас есть традиция с этой командой. Мы хотели бы найти возможность, чтобы игроки здесь могли попасть в Америку, может быть, в разные университеты и играть там в бейсбол постепенно. Так что мы будем с нашими тренерами посмотреть такие возможности. Наряду с обсуждением спортивной стороны, культурная также заняла свое почетное место. Это вполне актуально, учитывая, что в этом году Брест получил статус культурной столицы Белоруссии. Во время открытия семинара американский дипломат Скотт Ролланд поздравил жителей областного центра с новым званием. И уже на официальной встрече с мэром города Александром Рогачуком обсудил возможность реализации культурных проектов в нашем пограничном городе. В этом году Брест столица культуры. И мы предложили возможность вести здесь фестиваль американского документального фильма. Посмотрим, как это получится. Это предложение есть. И я думаю, что мэр хочет очень тщательно смотреть это предложение. Очень интересное предложение. Я очень хотел бы, чтобы оно было реализовано. Если состоится визит военного ансамбля ВВС США в Республике Беларусь, вторым городом после Минска для своего выступления в рамках 70-летия Великой Победы, они выбрали город Брест, они выбрали Брестскую крепость. Это было бы очень интересно. Это было бы взаимообогащающе друг друга. Именно тот формат взаимодействия, который должен быть. В рамках делового диалога временный поверенный дипмиссий США в Беларуси отметил, что у американского посольства долгая история сотрудничества с Брестской областью. В том числе и в плане поддержки предпринимательства и в сфере агротуризма. Чего, увы, не скажешь об экономическом партнерстве. Однако, как выяснилось в ходе встречи, его старт не за горами. Я пригласил нашего уважаемого американского гостя во время следующего визита посетить и флагманы нашей промышленности. Прежде всего, это предприятие, наш Саушкин продукт, чтобы он посмотрел и проработал возможные перспективы именно экономического взаимодействия. Все-таки формат экономического взаимодействия между нашим городом и американской стороной, он недостаточен. Он имеет большой потенциал и вот следующая встреча будет в том числе и на наших передовых промышленных предприятиях нашего города. Следующая встреча американского дипломата с представителями Бреста запланирована на июнь текущего года. Она будет приурочена к кубковым играм по бейсболу. Этот третий по счету визит должен стать отправной точкой долгожданного экономического сотрудничества.